Привет! Во время последнего видоса по вереску мы с вами обсуждали такую опцию, как один скорострельный вереск на высоких очках мощи. И в данный момент одна из подходящих сборок под заданные параметры на ваших экранах. А дрон, который работает вместе с установленной на данном крафте дамкой, гепард, существенно ускоряющий перезарядку нашего инвиза. Также на перезарядку вереска здесь еще влияет маховик, а сам вереск установлен на обереге. На случай, если нас будут доставать иннигиляторы, здесь присутствует перехватчик. Итоговые очки мощи 13186. Прочность хпшечки в кабине 2404, в общем и целом 10610 единиц. Гленк, ты просто подарок какой-то, первая карта сразу кратер. Стои, пуляй, ну или катайся, пуляй в данном случае. По поводу прямострельного вереска. Многие спрашивали, что как делать, поставить он на крафт, давайте это, стрелять там в горизонталку, ни о чем не париться. Да фиг-то там. На самом первом стриме по этому самому вереску мы уже пытались. Мы уже пытались ставить горизонталку и получалось все то же самое, что и, собственно говоря, с Мандрагорой. Совершенно один в один. Только ты превышаешь там какой-то определенный угол наклона, все, из тебя вылетает всего один снаряд вместо красивого залпа. И в общем-то ничего эпичного не происходит. Ничего эпичного не происходит и сейчас, пока я пытаюсь выставить хотя бы кого-нибудь, блин, на этом самом хорошем вереск поливает и тут, и там. Хоть кого-нибудь пытаюсь выставить на флаге, но они просто-напросто все успевают уже десять раз уехать, просто пока долетают мои снаряды. Да, тоска, конечно, знатная, знатная. Хоть бы один замер на месте, вон там, на гастик что-то какой, да? Давай не надо. Да, 216 это и все, погоди, погоди, погоди. Я даже не знаю, на самом деле, подарок ли эта карта для меня в данный момент. Так, это зашел в инвиз уже. Потому что места много, народ носится кто как куда попало. О, привет, мне кран. Тихо, 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 не надо, не надо, не надо, успокойся. Блин, давай-давай-давай, назад-назад-назад. А теперь вперёд-перёд-перёд. Ай, ладно, не удастся. Приедешь? Нет. Он не приедет. Верик, давай ты хоть как-то. Вот, спасибо. Ну, блин. А ты где? Он просто что-то ускакал. А, вот ты где, я понял. Тихо. Ты какой? О, а я видел, как умею. Тихо, тихо, тихо. Что за пьяный? И он ван такой, да? Тихо, 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 тихо. Уходим, уходим. Опять он убежал. А я хрен знает куда. Выстрелил. Слушай, на самом деле, так с этой штукой и странно воевать. Вот прям буквально. Тихо, тормози, тормози, тормози. Тормози, тормози. Да! Я хоть кого-то, блин, убил. Хоть что-то сделал в этом бою. Ёптыр-тыр. Ну, этого я никогда не догоню. Это ховер. Или что там? Ховер не ховер. А, нет, там не ховер. Ховер не ховер. Мне как бы тут... Ну-ка, сейчас. Они его там вроде как закрутили. Да он опять ускакал, пока я дал залп. Как я могу узнать заранее, что он туда собрался ехать? Да никак. Блин, я даже повернуть налево не могу. Там слева только гусеницы остались. Едешь такой на монорельсе. Блин, 641 очко. Пипец. Так, давайте какую-нибудь городскую карту, пожалуйста, чтобы все стояли такие, как сладкие плюшечки, и никуда не ехали. Будет классно. Не такой и подарок-то карта Кратер, оказывается. Когда все твои противники быстрые и шустрые, когда им есть куда ехать. А у тебя только один залп. И оп! Ни в кого не попало. Жалько! Еще давай. Ой, сюда идут. Какие красивые. Так, кому-то плюхнуло. Играть от перка, на самом деле, этой пушки, это тоже то еще извращение периодически. Потому что проще уже встать на месте, зажать альт, короче, и просто фигачить. Пока Д, да, ты будешь перезаряжаться чуть меньше, но твои шансы на попадание намного больше. Вон этот он пока отсюда. Так, 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 так. Давай, давай, вперед. Во, сейчас будет хорошо, если он не успеет удрать. 290 и 2000. Давай еще. Слева меня что-то обходит, какой-то ховер, да? Он теперь обратно попал. Судя по поедению, это бот, да, это точно бот. Так, у какого-то из союзников уже три фрага. А у меня, на самом деле, уже вселенская тоска от такого сетапа конкретно с двумя вересками как-то, честно, прям вот в разы больше нравилось. Тихо-тихо, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Уходим. Так, ты у нас без оружия, да? Хорошо, ладно. Зараза, он понял, что я на себя артиллерию вызвал, короче, и отъехал. Ах, ты ж хитрый жопел. Ну, все ясно с тобой, ясно, короче, ясно, понятно. 961 очко, и топ по команде внезапно. Едем дальше. Сразу три залпа порез пол врага. Я даже в кого-то попал, нифига себе, вот это чудо. 21, первое попадание там. Тошнитель огрызается. А ты до нас не достанешь, тошнитель с твоей позиции. Ой, здрасте. Смотри, еще кому-то вкорячил. В смысле, ты как на этих омах, погоди, скиллотряс одним тыком кого-то убил? Это чего за машина-то такая должна быть, чтобы развалиться на этих омах от одного залпа ракет? Спасибо, да, вы вообще очень сильно умница. По мне там как раз стреляют благодаря вам. Ладно, вези меня. Так, и... Нормально, убрал его. Это капец, реально, что, прикол такой или куда? Ну, видимо... Вот так бывает, да, вот так тоже бывает. А еще бывает, когда на тебя враги большой толпой едут. Так, давайте, давайте сюда. Теперь что, вот что-то... Вообще, на самом деле, драпать отсюда надо по-хорошему. Вот тут еще какая... А, ну да, да, да. Ясно, понятно. Да, блин. Так, назад, назад, назад. Ну, как бы все, приехали. Да, окончательно и бесповоротно. По ходу дела, мы противников просто-напросто вывесили на самом старте боя. Они психанули, короче, большие такие, красные, злобные, на кучу мыликов прикатили и порвали нам жепы. Ну, ладно. Ого, вот это результат. 151 очко. Богато. Вереск пошел. Не пришел никуда. Так, дубль два. Кататься здесь не хочется. На самом деле, в принципе, играть от перка Вереска вообще не хочется. Че это было вообще? Не надо льдивать. По той простой причине, что ты катаешься, да, там, это перезарядка, и тыры-пыры, и всякое вот это там, оно ускоренное. Но прицел каждый раз по-новой настраивать. И я что-то не уверен, что это скорость перезарядки, даже эти дополнительные 30% как-то компенсирует то, что тебе каждый раз приходится мудобиться с этим прицелом. Вообще не уверен. Нет, джедаи, которые там моментально все выставляют и прям по красоте делают с прицелом, это да. К ним вопросов нет, им это будет полезно. А я лучше по старинке, короче, там, сидя на месте, зажав альт, если это доступно в этот момент. Че-то у меня накопался, куча целей в прицеле. Вон там перк на мне, кстати, на стакла Зойку, зараза такая. Давай, давай, выходи сюда, выходи. Ну выходи, ну че ты, блин. Ладно, давай так сделаем. Ясно. Он оттуда был уже виплен. Ну погоди, а меня сзади, по-моему, что-то догоняет, судя по миникарте. Ховер, ты бы оттуда... Мне кажется, Ховеру сейчас кран. А может, и мне сейчас кран, не знаю. Я просто как турист какой-то, что-то катаюсь туда-сюда, там постреляю, тут постреляю. И вроде, главное, даже и целишься, и нормально. Берешь упреждение на большой дистанции, а враг твой возьмет и передумает ехать туда, куда ты целился. Ну вот это, смотри, спасибо, не передумал, да? Только из-за того, что он не передумал, я по нему попал. Это единственная была причина моего попадания сейчас. Реально, на этих омах один вереск там с модулями и тыры-пыры, кажется, больше каким-то, ведь, опциональным возвращением и чем-то для курманов. Как дела, моя сладкая плюшечка? Вот в таких ситуациях, да, смотри, я его сейчас заманил на мост и затащил. Он повелся, приехал и выхватил. Тихо. Не знаю, куда сюда, наверное, куда это прилетит. Ну что ж, когда ты стреляешь из артиллерии, лучше смотреть, куда ты стреляешь. И 793 очка за этот бой, с учетом того, что завершился бой ритуальным самовыпиливанием. И снова топ. Блин, это пипец. Держите! 630 и 1600 еще сколько-то там. Хорошо. Так, ну враги уже здесь. Ну и по классике, короче, по этому унитазному движению прокатились все. Враги там, мы тут, все хорошо, все нормально. Все привыкшие, каждый к своему маршруту. Оп, блин. В такую кашу вообще даже бесполезно целиться. Ты просто кидай на шару. А у нас там еще и базу крутят для полного счастья. Я, конечно, может попробую сейчас вернуться на базу. Да что тебе надо от меня? Ты паскуда, блин, зеленая. Я вообще артиллерии отстань. Подожди. Подожди, я сказал. Да, не успел немножко. Что такое медленно, блин? Я не быстрее догоняй меня. Тьфу. Отбили артиллерию. Паскуда отбил артиллерию и, короче, ускакал. Привет. Мне кажется, он не сразу понял, что это вообще такое. 423 очка. Репутация и третье место по команде. Все, ребят, я не хочу больше дальше мучиться на таком ведерке. Здесь вопрос вообще не в том, например, что этот верик там быстро отрывает. Опять же, если бы хотел, чтобы его меньше отрывали, то с этим оберегом вместе утопил бы его больше в корпус и всего прочего. Вопрос в том, что попасть практически невозможно, когда один вереск. Когда у тебя их два, то у тебя в два раза больше шансов, опять же, по кому-то либо попасть. Я попробую, может быть, потом вообще на какие-нибудь катастрофические ОМЭО вытащить. Ну, у нас максимум 16-17К обычно воюют, да. Есть там монстры 18, 19 и 20. Крайне редкие, но попадаются из игроков, я имею в виду. Но в основном вот так. На 16К, может быть, с двумя этими вересками. А вот на тему кабины пока не знаю. Я видел, было предложение, например, по призраку. Но с призраком, скорее всего, будет медленно и тяжко. Ну, ладно, так или иначе тоже попробую. В общем, если захотите какой-то конкретный сетап на высокие, прям высокие очки мощи с двумя вересками, то дайте знать, опять же, пожалуйста, в комменты. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова